Привет! С вами я, Виктория Исаева, и я здесь, чтобы напомнить вам, жизнь прекрасна. Мы продолжаем обсуждать психологию различных знаков Зодиака, и я вам напоминаю, что рубрику «Психологический гороскоп» я делаю в соавторстве, в партнерстве с сообществом ВКонтакте под названием «Знаки Зодиака». Это самая большая ВКонтакте группа об астрологии, там очень много полезной информации, цитаты, статусы, афоризмы, в общем, классная группа. Всем советую, подпишитесь. И сегодня мы поговорим о знаке Зодиака Дева. Дева – это мастер, это строитель, строитель рая на земле. Предназначение Девы в том, чтобы вносить порядок и гармонию в наш мир. И для того, чтобы справиться с такой сложной задачей, Девам выделена масса-масса-масса достоинств, и Девы награждены огромными преимуществами. Девы очень дисциплинированные, организованные. Это добрые люди, это люди, которые умеют сочувствовать. Они умеют хорошо работать, работать на совесть. Им обязательно нужно свое любимое дело. И при этом Дева – это такой редкостный знак, который абсолютно лишен карьеризма. Они не пойдут по головам, им неинтересна золотая медаль, им интересно само удовольствие от процесса работы. Девы – это прекрасные аналитики. Они очень хорошо систематизируют, анализируют информацию. Они очень хорошо умеют решать проблемы. Если у вас проблема, поручите ее Деве, она найдет оптимальный способ ее решения. Дева очень наблюдательна. Из Дев получаются хорошие врачи, хорошие медики, хорошие ученые. Но ученые не теоректики, а именно практики. Дева также может быть превосходным организатором. Но когда Дева забывает о своей миссии, когда Дева забывает о том, что ее функция – это строить рай на земле, это упорядочивать порядок нашей жизни, вносить гармонию в наш мир, когда Дева об этом забывает, начинают проявляться недостатки ее характера. Когда Дева забывает, что ее миссия – упорядочить хаос нашего материального мира, начинают вылезать ее недостатки. Дева может быть очень апатична, очень придирчива и раздражительна, особенно к другим людям. Ей свойственна меланхолия. Дева без цели начинает разбрасываться, начинает хвататься за все подряд. Это ее очень быстро истощает, и она попадает в депрессию. Дева может слепо следовать другим, чужому примеру, просто тупо идти по чужим следам, надеясь прийти в какое-то хорошее место. Но, как правило, конечно, этого не происходит. Дева может быть раздражительна, и когда она начинает хвататься за все подряд и разбрасываться, она из очень скрупулезной, очень аккуратной, из очень методичной, наоборот, превращается в сама, в источник хаоса, в рябой кобылу сон, в сущую неаккуратность и раздолбанность. У Девы есть три кармические задачи. Первая и очень важная – это навести порядок в своей собственной жизни. Перед тем, как наводить порядок в нашем мире, надо навести порядок у себя в голове хотя бы. Непробужденная Дева склонна утопать в мелочах. Чтобы пробудиться, чтобы навести порядок в своей голове и в своей жизни, Дева должна задать себе вопрос, «Что для меня самое главное сейчас?» Деве очень важно постоянно расставлять свои приоритеты. Вторая кармическая задача – это научиться ценить свои и чужие чувства. Дева по природе своей склонна жить больше разумом, больше умом, больше логикой и трезвым расчетом. Деве обязательно надо научиться прислушиваться к своим чувствам, желаниям и научиться проявлять свои чувства и эмоции. И также не пугаться, когда это делают другие люди. И третья кармическая задача – это уйти от искушения заниматься только материальной стороной своей жизни. Дева во многом материалист, но ей надо научиться видеть и духовную сторону вещей. Вот тогда ее жизнь будет гармонична. Ну что ж, на подходе и другие знаки зодиака, и другие психологические портреты. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые обзоры. И помните, я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать. Спасибо.